Есть пророчества о возвращении евреев на землю Израиля, которые говорят, как об обязательном условии этого возвращения, о всенародном покаянии в странах России. Мы часть их вчера разобрали, да? Слышали? А есть пророчества, которые говорят о возвращении в землю Израиля, и там не упомянуто о предварительном покаянии в землерассеянии. Так? Есть, да? Да? Теперь, я говорю, что не обязательно, если в пророчестве не говорится о предварительном покаянии... Слушай меня внимательно, да? Не обязательно, если в пророчестве не говорится о предварительном покаянии... Это значит, что там говорится о возвращении в Эриц Исраиль без покаяния. Сейчас понятнее, да? Кто понял? Поднимите руки. Те, кто поняли, вы можете своими словами сказать тем остальным? Я не знаю, как... Больше повернуться, сказать громко. Понятно, да? Вы понимаете? Спасибо, Саша. Он более просто сейчас это сформулировал. Спасибо. Ну что, я когда мы... Я говорю о таких вещах, я стараюсь не упустить смысл, поэтому я иногда говорю сложно. Спасибо, Саша сформулировал четко. Лучше, чем я. Хорошо. И вот это одно из таких пророчеств. Теперь я могу вам доказать по Библии, что это правда. Что не обязательно, если в пророчестве не говорится о предварительном покаянии, то это значит, что его не будет. Я вам докажу с противоположной стороны. Помните, мы вчера рассматривали второзаконие, четвертую главу. Откройте, пожалуйста. Я читаю. И когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя, не погубит тебя, не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятву утвердил им. Скажите, пожалуйста, о чем здесь идет речь? О чем здесь вот, ну вот о чем здесь идет речь? На вскидку, только не напрягайтесь. Делайте ошибки, просто говорите, пробуйте. Не прячьтесь. В советское время закончилось в значительной своей части. Там не написано даже в рассеянии, а написано, что именно в рассеянии. Понимаете, что интересно? Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его. Подчеркивается, что именно в рассеянии. Правда? В данном случае. А что написано, что дальше будет происходить? Написано дальше, как в результате этого всенародного покаяния в странах рассеяния Бог вернет Израиль на его землю. Да. Где? Где? Как часть этого завета была обещана земля, да? Совершенно с тобой согласен. Совершенно. А напрямую говорится об этом здесь? Правда же нет? Да? Правда? Никаким образом не говорится напрямую. Ну, друзья, ну намеки. А мы говорим с вами о прямом указании. Правда, да? Значит, действительно, самый сильный намек, о котором сказал брат, что да, и не забудет завета с отцами твоими. Но! Бог подчеркивает, что основная часть этого завета, что он будет их Богом, что он умилосердится над ними. Потому что это цитата. Это цитата из завета, что Бог твой есть Бог милосердный. Помните? Он так говорил Моисею при заключении завета. Фактически. Фактически. То есть, здесь подчеркивается другая часть завета. Самая главная. Потому что земля не главная часть завета. Земля главная географически. Она даже не главная для этой жизни. А главное для этой жизни, тем более для будущей, это то, что Бог обещает, что он простит грехи. Он проявит милосердие. Он будет милостив. Да? Что он будет нашим Богом. Он будет их Богом. И даже если они отвратятся от него, он их не забудет. И как только они повернутся, он уже будет с ними. Это часть завета. Земля. Это не главная часть завета. Вы поймите. Она была обрисована Аврааму, его потомкам. Как бы как такая очевидная часть завета. Потому что она для людей, не веривших в вечную жизнь, она была ощутимым подтверждением Божьего милосердия, Божьего принятия и Божьего водительства. Но на самом деле, с Божьей точки зрения, она никогда не является главной частью завета. Вы помните, что апостол Павел в послании к Галатам писал? Земной Иерусалим в рабском положении. Но небесный Иерусалим, он всегда свободен. И он матерь всем нам. Послание к Галатам. Слышите, да? Одним словом, но я совершенно согласен с братом. Что здесь подразумевается, что потом все-таки он вернет и в землю, да? Но напрямую никак об этом не написано. Никоим образом. Мы можем только делать косвенные выводы. Что это доказывает? Это доказывает, что таким же образом в этом двухсоставном пророчестве может быть сделан акцент и на другой части. Правда? На второй части, на возвращении в землю и на всем том, что будет происходить в земле. А первой части может быть не упомянуто. Но это не значит, что первой части не будет. Слышите? Вы поняли, о чем я хочу сказать? Я вам привел пример из Торы, в котором подробно говорится о том, как рассеянный Израиль сокрушится и в скорби своей вспомнит о Боге. И Бог вспомнит о нем. И там, в странах России они обратятся, и там Господь восстановит свое единство со своим народом. И там они соединятся, и там Он проявит милосердие. И там они увидят, что Он не забыл завета с отцами их. Все, о земле не полслова, о возвращении в землю. Но это не значит, что это пророчество такое. Бог совершит великую тишу среди евреев. Тишуа – это покаяние, обращение к Богу. Но возвращать их в Израиль уже не будет никого. Мы же не можем такой вывод сделать, правда? Поэтому не совсем корректно делать подобный типологический вывод из пророчеств, которые говорят о возвращении, но ничего не говорят о предыдущем покаянии. Сейчас понятно, да? Кто меня понял, поднимите руку. Слава Богу. Те, которые не поняли, поговорите с теми, которые поняли. Они просто нет времени еще, еще, еще. Но на самом деле есть определенные пророчества, есть некоторые пророчества, которые достаточно четко говорят о возвращении в Израиль без предварительного покаяния на землю Израиля. Их мало, но они есть. Да? Кто-то их еще нашел, такого рода пророчества? Или нет? Вы не смущайтесь. Не нашли, не нашли, не страшно. Осенны жил, не видите? Никто как такций Ka-3. Те, что у нас появилась? Я взял вот эту книгу, друзья мои Которая очень тенденциозно Подобрала пророчество об Алие Потому что эта книга Она издана христианскими сионистами Которые хотят всех евреев Перевести сейчас в землю Израиля Благое желание При этом они хотят отменить Главное пророчество Библии об Алие Поэтому они не включили В подборку пророчеств Под заглавием обещания собрать Израиль Ни одного Ни одного Из самых главных пророчеств Торы И других книг Библии О возвращении в землю Израиля После покаяния Потому что это люди грамотные Грамотные люди И они понимают Что эти пророчества Опровергают их учения Ни одного не включили Тут подборка Всех пророчеств Которые они смогли найти Которые говорят Насколько я понимаю всех Может быть Они не все все-таки включили Которые говорят О том Что евреи будут возвращены В землю Израиля Без покаяния Вот И Пошло Вот здесь Некоторые из тех пророчеств Которые мы с вами говорили Которые вы приводили Например Исайя 11 Помните Вчера говорили Господь снова Прострет руку свою Чтобы возвратить себе Остаток народа своего И поднимет знамя Язычников Да И соберет Изгнанников Израиля И рассеянных Иудеев Созревет Из четырех концов земли Но здесь не говорится Как это будет происходить Правда Здесь просто говорится Что это будет Поэтому Из этого пророчества Непонятно Будет покаяние До этого Или нет Вот Такое нейтральное пророчество Иезекииль 36 глава То что вы вчера приводили Возьму вас из народа И соберу вас из всех стран И приведу вас в землю вашу И окроплю вас Чистою водой И вы очиститесь От всех скверн ваших И от всех идолов ваших Очищу вас И дам вам сердце новое И дух новый дам вам И возьму из плоти Ваше сердце каменное И дам вам сердце плотяное Вложу внутрь вас Дух мой Сделаю то Что вы будете ходить В заповедях моих И уставы мои Будете соблюдать и выполнять И будете жить на земле Которую дал отцам вашим Будете моим народом И я буду вашим Богом Есть да И здесь похоже Что вот здесь Это пророчество О нынешней Алие Потому что Господь говорит Возьму вас из народов Соберу вас из всех стран И приведу вас В землю вашу И после этого Окроплю вас Чистою водой И вы очиститесь От всех скверн ваших И от всех идолов ваших Очищу вас И дам вам сердце новое Дух новый дам вам И дальше это Великое пророчество О новом завете Да Я думаю Что это пророчество Можно применять К нынешней Алие По тексту Здесь достаточно ясно Говорится Что Очищение Спасение Наступит в земле Израиля По крайней мере Для части евреев Таким образом Согласно этому пророчеству Мы можем верить Что Многие Из По крайней мере Часть из евреев Которые Господь привел Из Галута Они покаются Они освободятся Они очистятся Они войдут в новый завет Уже сейчас Когда они живут там Вернувшись В землю Израиля Так Ну Так есть Так получается Да Слава Богу Мы будем только рады Этому Мы будем Помогать Этому Мы будем Этому помогать Это Одно из Основных Пророчеств Может быть Центральное Пророчество Которое Действительно Можно отнести К нынешней Алие Так Так Теперь Ну и дальше После этого 28 стиха Еще Идут Идут Стихи Которые Господь Описывает Как это все Будет происходить И он правда два этапа покаяния в самой земле израиля смотрите 25 стих 25 26 27 и потом с 31 стиха как бы второй этап покаяния а по-другому это можно воспринимать как снова описание того что будет происходить при этом первом главным единственным таком настоящим пока я вы знаете пророчества они очень такие сложные дело том что пророк он может снова и снова возвращаться красным этапом он говорит говорит он написал этот пошел дальше а потом вернулся к первому чем он не говорит вот я возвращаюсь к первому просто идет в тексте можно понимать и так и так почему я вам это говорю потому что в ряде пророчества возвращение где говорится о предварительном покаянии в странах россияни потом говорится о втором этапе покаяния в земле израиля в частности в 30 главе второзакония как бы два этапа покаяния и сокрушения израиля один странах россияния и потом земли израиля хорошо читаем дальше из этой книжки я думаю вы ее видели у многих из вас есть здесь же приводится пророчество из сафонии 320 и тоже но не тут нейтральное в отношении того как это будет происходить когда будет первое покаяние затем пророчество из исае 66 главы если у вас и вот эти есть книжки вы можете проверять затем иеремия 3 18 в те дни придет до доме будем дому израилевы пойдут вместе из земли северной в землю которую отдал наследие отцам вашим да духа не совсем понятно как это можно относить к нынешним времена каким образом дом израилев пришел доме один пришел к дому израилеву в северной земле там по моему нужно отдать телефон хорошо значит иеремия 3 18 взят один стих знаете почему мы вчера разбирали третью главу иеремии и в третьей главе иеремии на самом деле там говорится о боли и после покаяния вы помните как мы вчера разбирали да иеремия 3 глава кто помнит не помните хорошо мы подробно разбирали ряд стихов 3 главы и мы показали что там говорится о возвращении в эре цисраэль только после покаяния в земле рассеяния возвратитесь дети отступники помните я приведу вас на сего вот вот они взяли только тот стих такой где об этом ничего не говорится потому что им страшно невыгодно невыгодны все пророчества ну издателям этой библии финны по моему издали им страшно невыгодно все нет это англия издала наверно но финны по моему это готовили финны это распространяю страшно невыгодно все пророчества которые говорят о предварительном покаянии евреев до их возвращения в израиль землю израиль потому что у них другое учение их миссии работают на других принципах их миссии говорят все евреи должны вернуться в землю израиля и тогда придет господь это прямо противоречит тем основным пророчеством алие которые мы с вами разбирали слышите естественно они не хотят видеть и не хотят может они и знают этим конечно не знают эти пророчества но они боятся чтобы это стало известно я говорил с директором одну из двух главных христианских сианистских миссий на территории бывшего советского союза я говорил с директором я ему показал эти места писания знаете как он реагировал это директор христианин с большим стажем он реагировал так как будто бы вообще он впервые в жизни прочел эти места библию когда ты что я говорю подожди это твоя профессия это не только твое служение ты за это деньги получаешь неужели ты не дал себе труд просто хотя бы по симфонии посмотреть все места писания основные которые говорят об алие то мы как то не это вот какие места нам показали такие по таким мы молимся и действую я так даже в тех местах что вам показали тебе нужно было прочитать стихи до этого и после этого ой спасибо что ты показал я дома прочитаю ну читай директор основная фигура в одном и в одной из двух основных христианских сианистских миссий на всей территории бывшего советского союза понимаете друзья да поэтому я прошу вас рассматривайте библию изучайте разные места писания на эту тему я специально просил чтобы вы искали послушайте вы никогда богу не скажете а нам только это показали поэтому мы так и верили вы не снимите с себя ответственность за слово божие за изучение писания вы никогда не переложите ответственность за проверку всего по писанию ни на пастора ни на директора ни на учителей ни на проповедников ни на лидеров ни на кого ни на авторов христианских или миссианских книг никогда бог каждого из нас делает ответственным У каждого из нас есть Библия, и даже не по одной. Если вам не хватает времени, оставляйте все в стороне, изучайте Писание. Пусть по каждой теме вы просмотрите с нынешними симфониями, это реально. Все основные места, которые говорят на данную тему. Проверяйте, пожалуйста, все. Проверяйте меня, я просил, чтобы вы это делали. Ищите сами места Писания. Я специально построил так наше общение, чтобы не я вам дынь-дынь-дынь-дынь, вы тупо записали, проголосовали, ушли. Зачем мне это? Тогда придет другой Вася и скажет, а теперь я вам даю другие четыре места Писания. Поняли, поняли, записали выводы, вот я вам сейчас даю. Запомнили, да, все. Не, на эту тему. И те, которые для меня понятно подтверждают мой подход. И те, которые как бы вроде бы опровергают мой подход. Но на самом деле я не придерживаюсь крайностей в подходе к сионизму. И я хотел бы, чтобы вы получили сбалансированный библейский подход по этому вопросу. И не просто получили сбалансированный библейский подход по этому вопросу. Но чтобы вы, тренируясь на этом вопросе, который не самый главный, поверьте мне, это не самый главный, его делают главным некоторые служители евреев, но он не главный. Тренируясь на этом не главном вопросе, вы потом на любом другом вопросе так же действуете. Чтобы вы могли окончательное мнение составлять по всем основным местам библии на данную тему. А не просто по проповеди или по узкому учению, берущему только часть места. Хорошо, поэтому я вам быстро дочитаю все, все, говорю, все пророчества, которые в этой книге. Следующее пророчество, Иеремии 31, 10, 12. «Слушайте слово Господне, народы, возвесите острова, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет сохранять, как паста и стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова, избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа». Дальше, 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 дальше. Опять, здесь не говорится четко, как это произойдет. Поэтому они это пророчество и используют. Здесь не говорится, что вначале будет покаяние потом. Но здесь также и не говорится, что вначале будет Алия, а потом покаяние. Иеремия 23, 3. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал его, и возвращу их во дворы, и буду плодиться и размножаться». Тоже, а покаяние ничего. Исайя 49, 12, 16. «Вот одни придут издалека, и вот одни – северо и море, другие – земли синие». Китай, скорее всего. «Радуйтесь небеса, веселись земля, восклицайте горы, ибо утешил Господь народ свой, помиловал страдальцев своих. Асион говорил, оставил меня Господь мой, и забыл Бог мой меня. И дальше знаменитое место. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Сильнейшее место. «Но опять ничего здесь конкретно не сказано о времени покаяния». Следующее место Писания. «Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою народам и выставлю знамя моего племенам, принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах». Тоже 49 глава, только 22 стих. Следующее место Писания. Исайя 14, 1-2 «Ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова, и возьмут их народы, и приведут на место». Тоже о покаянии ничего. Исайя 60, 10 «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и царик служить тебе». Тоже ничего о покаянии. Исайя 49, 23. Тоже ничего о покаянии. Исайя 43, 5, 8 «Не бойся, ибо я с тобой от востока приведу племя твое, от запада соберу тебя. С северу скажу отдай, югу не удерживай, веди сыновей моих издалека, дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил». И вот здесь слова «выведи народ слепой, хотя у него есть глаза и глухой, хотя у него есть уши». И здесь это можно истолковывать, как духовную слепоту и духовную глухоту. То есть, можно говорить, что это люди, не знающие Господа. Корректно это? Да, корректно. И вот это место можно при истолковании относить к нынешней Алие. Амин? Второе место, которое мы нашли, которое можно относить к нынешней Алие. Потому что здесь сказано «выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Да? Так. Хорошо, хорошо. Теперь. Иса и языки 37, 11, 14. Об иссохших костях. То, что вчера мы читали, да? Так говорит Господь Бог. «Вот Я открою гробы ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израиля. И узнайте, что Я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу вас в Дух мой, и оживете. И помещу вас на земле вашей. И узнаете, что Я Господь сказал это и сделал». Говорит Господь. да но здесь очень интересный момент смотрите последовательность я открою гробы ваши и и выведу вас и введу вас землю израиль слышите сначала описан весь процесс потом в 13 стихе идет детализация какая и узнаете что я господь когда открою гробы ваши и выведу вас и введу вас да да нет вот проверяйте меня по библии здесь слова в виду нету все же вы говорите да вы говорите нет здесь написано и узнали что я господь когда открою гробы ваши и выведу вас народ мы из гробов ваш и вложу вас дух мой и оживете а затем что и помещу вас на земле ваш вы понимаете да то есть на самом деле если мы детально разберем то окажется что это место говорит все-таки о каком-то необычном а какой-то необычной алии возможно здесь еще речь идет о третьей алии и на самом деле третьем виде алии когда евреи будут выведены из страны рассеяния но до земли израиля не дойдут и как бы на перепутье они обратятся к господу и будут наполнены его духом слышите правда же интересно товарищи это же интересно товарищи так и у языки или есть более подробное пророчество на эту тему сейчас одну секундочку у самого языки или у самого языки или есть более подробное пророчество на эту тему там говорится о том что господь выведет выведет народ но не введет всех в землю выведет народ но не введет я сам сейчас еще эту главу я по памяти говорю и господь проведет их под жезлом сейчас я как раз ищу эту главу проведет их под жезлом и непокорных отсеет а введет только тех которые будут его овцами и будут послушны ему вы понимаете и когда мы читаем пророчество 37 главе она явно перекликается с тем пророчеством она явно перекликается с тем пророчеством вот к сожалению здесь нету параллельного места на это пророчество сейчас я постараюсь быстро найти си найду то найду нет нет я не собирался это пророчество вам сегодня читать потому что она как бы усложняет картину но уже заканчивая так хорошо так если кто-то нашел просто читайте так я кратко рассказал содержание этого пророчества вот 20 глава языки или 20 глава языки или 34 стиха и выведу вас из народов и стран по которым вы рассеяны и соберу вас рукой крепкой мышцы простерты излиянием ярости друзья мы это уже другая ли я хотя бы потому как господь будет из собирать слышите излиянием ярости правда это очень серьезное предупреждение и приведу вас в пустыню народов и там буду судиться с вами лицом к лицу выведу вас из народов и приведу вас в пустыню народов как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской так буду судиться с вами говорит господь бог вообще понимаете какой страшный аллее идет речь друзья и проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета и и выделю из вас мятежников и непокорных мне из земли пребывания их выведу их но в землю израилеву они не войдут и узнаете что я господь вы поняли о какой или я здесь идет речь и вот именно с этим пророчеством перекликается пророчество из 37 главы языки или она даже близко ну ну никуда не денемся не подходит она под нынешнюю ли но видимо как бы рассчитана на невнимательное прочтение вот потому что здесь явно не говорится тем более что в двенадцатом стихе говорится выведу вас и в виду вас в землю израилеву и конечно я думаю они зря дополнили это еще следующими двумя стихами достаточно было там точку поставить и она была бы хорошо теперь я все пророчества перечисляю которые они говорят я хочу чтобы все аргументы любой крайней точки зрения вы знали и вы могли сами по библии проверять исаи 51 11 и возвратятся избавленные господом радость вечная над головой их они найдут радость и веселье печали вздохи удаляться ничего покаяния исаи 64 5 возведи очи твои посмотри вокруг все они собираются идут тебе сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут так далее так далее значит понятно ничего покаяния и риме 31 21 поставьте себе путевые знаки поставь себе столбы обратить сердце твою на дорогу на путь по которому ты шла вы видите из одних и тех же глав в разном порядке стихи идут в разных графах возвращайся дело израиля возвращайся все и города свои ничего покаяния исаи 62 10 11 проходите проходите в ворота приготовляйте путь народу равняйте равняйте дорогу убирайте камни поднимите знамя для народов вот господь объявляет до конца земли скажите через иона грядет спаситель твой где тут о возвращении тут вообще ничего о возвращении не сказано да но они уже просто берут и еще этот стих как возвращение в землю израиля тут говорится о духовном возрождении но из-за того что не хватает стихов не хватает стихов для того чтобы ну доказать что нынешняя ли я это великая и алия божья ни одного стиха нету что это последняя ли но хотя бы доказать ну четко доказать то стараются взять любые стихи которые можно как-то так вот вот захария 26 бегите из северной страны говорит господь ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас говорит господь ясно иеремия 23 снова 7 8 посему вот наступает дни когда уже не будет говорить жив господь который вывел сынов израилевых и земли египетской но жив господь который вел вывел и который привел племя дома израилевой земли северной и всех земель куда их знал их и будут жить на земле своей понятно ничего покаяния иеремия 16 14 16 приходят дни когда не будет уже говорить жив господь который вывел сынов израилевых и земли египетской но тоже самое и дальше и дальше вот я пошлю множество рыболовов говорит господь и будут ловить их потом пошли множество охотников и не погонят их со всякой горы и со всякого холма из ущелья искал друзья это самое сильное место в служении всех христианских синистских миссий они постоянно на него ссылаются и они говорят мы рыболовы но если евреи нас не послушают придут охотники и погонят их правда иеремия 16 стих 16 главы скажите пожалуйста можно ли так понимать этот стих думаю что можно тут нету ничего такого чтобы запрещала его понимать таким но с другой стороны скажите пожалуйста слово рыболов духовно как толкуется библией как ловец душ людей для их спасения они для переезда в какое-то место даже самое святое на земле правда поэтому конечно же мы не можем сказать что невозможно толковать так как они толкуют но это место можно толковать и более новозаветным образом потому что есть конкретное толкование понятия рыболов в новом завете аминь значит у нас есть одно явное место которое говорит о нынешней ли я в языке или 36 одно место которое говорит при ну при явном толковании ему его можно отнести к нынешней ли я это исайя 43 5 8 и у нас есть одно место ну которое вообще не говорит о нынешней ли я как таковой потому что здесь ничего не сказано о том когда будет покаяние понимаете ключ как определить нынешняя алия это ли я без покаяния понимаете без обращения к богу еврей но в этом третьем месте есть дополнительный стих который можно истолковывать в русле действия христианских синистов для них поэтому это очень драгоценный стих ну так вот достаточно закручен вот и пожалуйста вы можете просмотреть вот сафония 3 20 приводится по второму разу потому что ну говорится что израиль станет землей благословения можете просмотреть пожалуйста дальше пустыня возрадуется древние города строятся заново обновление завета иеремия 31 1 31 31 34 вот вот все основания для современной алии четкие основания в библии фактически их два и только вчера мы с вами привели около десятка мест фундаментальных пророчеств библии которые говорят об алии после покаяния да и сегодня мы с вами разобрали два пророчества оба из книги языки или из 37 20 главы которые говорят вообще о третьем виде алии от какой-то вообще совсем другого качества ли когда бог выведет евреев но ведет их сразу не в землю израилеву а в пустыню народов что это мы можем только догадываться и там устроить над ними суд поэтому он говорит я совершу это мышцей простертую излиянием ярости и говорится что это это не имеется ввиду излияние ярости именно по отношению к окружающим народом по отношению к самим евреем ничего подобного пока не происходило правда поэтому нынешняя ли я однозначно не последняя не может бог ради того чтобы два места писания сделать абсолютными отменить больше десятка других мест своего же писания правда на самом деле исполняются эти места писания но исполнятся и все остальные и явно судя по библии нынешняя ли я она не главное когда вас будут уговаривать что все должны евреи переехать в землю израиля и потом придет еще и настанет конец не верьте это сказки у вас есть слово божье по нему и проверять понятно есть другая крайность тоже христианская один известный и серьезный христианский служитель помазанный от бога проповедует эту крайность он говорит что нынешний израиль вообще дело не божьих рук вообще это бог не имеет к этому отношения к нынешнему израилю к собиранию евреев в двадцатом веке вот сейчас и он говорит этот израиль будет полностью уничтожен причем страшным уничтожением и все евреи будут просеян я считаю что это другая крайность я считаю что это другая крайность мы понимаем что это алия хоть она и предварительная но она от бога и нынешний израиль возрождение его это чудо божие хотя хотя большинство подавляющее большинство евреев вернувшихся туда они вообще не верующие люди а таких верующих которые спасаются богом среди них всего лишь считанные тысячи по некоторым оценкам от четырех до десяти тысяч на самом деле это включает всех христиан я прошу прощения евреев там ну считанные тысячи считанные тысячи